Это новости нашего города с обзором главных событий этой недели. Здравствуйте! В Сочи завершил свою работу международный инвестиционный форум. В этом году его участниками стали руководители крупнейших компаний из 24 стран мира. В рамках съезда Александр Дюков и Дмитрий Кобылкин подвели итоги реализации социально-экономического соглашения между компанией и правительством региона. В этом году нефтяники сохранили общий объем социальных инвестиций на уровне последних лет. Основные средства были вложены в завершение строительства спорткомплекса в Ингапуровском и бассейном в Таркасале. В ноябрьске вот-вот начнется возведение нового детского сада. Непрерывно ведется работа по улучшению спортивной инфраструктуры. В ходе встречи Александр Дюков и Дмитрий Кобылкин также рассмотрели программу импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей. В первом полугодии 2016 года доля импортных масел в потреблении предприятиями региона снизилась с 74% до 62% и до конца года планируется снижение еще на 5-10%. Задержка зарплаты и незаключение трудовых договоров с работниками отныне будет дорого обходиться работодателям. С 1 октября вступили в силу поправки в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Теперь платить зарплату нужно дважды в месяц, а конкретная дата будет устанавливаться правилами внутреннего трудового распорядка. Правда, срок выдачи денег не должен превышать 15 дней с момента предыдущей выплаты. За нарушение и невыплату зарплаты в срок вводится административная ответственность. В частности, в статье 5.27 Кодекса в настоящее время предусмотрено наказание за невыплату полной либо частичной заработной платы работнику, если это деяние не содержит уголовно-правового состава преступления. Ответственность предусмотрена в том числе для юридических лиц до 50 тысяч рублей штрафа. А вот при повторном нарушении сумма штрафа увеличится вдвое. Уклонение от заключения с работником трудового договора будет также караться штрафами. До 20 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических. Маткапитал на новые нужды. Пенсионный фонд России принимает заявление о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров для детей-инвалидов. Такая возможность у семей появилась в этом году. При этом воспользоваться новым направлением можно, не дожидаясь трехлетия ребенка. Нужно просто пройти медико-социальную экспертизу. После на основании выданы индивидуальные программы реабилитации, приобрести средства и подтвердить покупку в органах соцзащиты. И только тогда расходы будут компенсированы. Пенсионный фонд возместит затраты в том случае, если товар или услуга входит в специально утвержденный перечень. Всего в этом списке 48 наименований. Обратиться за средствами маткапитала ради нужд особых детей можно неограниченное количество раз. Главное вписаться в размер маткапитала или его остатка. Напомню, сегодня он составляет 453 тысячи рублей. Ориентировочно в городе Ноябрьске у нас 40 человек по направлению, в которых есть детки-инвалиды, и получили сертификат у нас. Им были направлены письма, в которых был полностью весь перечень товаров и услуг и более подробная информация по этому направлению. То есть им почта, всем было все отправлено. Но пока еще не было никаких обращений и подачи заявлений не производилось. В округе продолжают ликвидировать аварийное жилье. Так с начала года в пригодные для проживания квартиры переехали свыше шести сотен ямальцев, что позволило ликвидировать почти 10 тысяч квадратных метров жилья непригодного. Еще почти 500 жителей арктического региона переедут в новые квартиры до конца года, сообщает пресс-служба окружного правительства. По данным строительства и жилищной политики Ямала с начала реализации программ переселения граждан из аварийного жилого фонда. В округе освобождено почти 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. По плану расселить осталось еще около 83 тысяч. Целевые показатели расселения, установленные ямальским правительством, на этот год 57 тысяч квадратов. Вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья в Ноябрьске, как и впрочем на Ямале, в целом стоит остро. Несмотря даже на активное строительство новых домов, еще не все, кто сегодня живет в непригодных условиях, получили новое жилье. И пока одни с нетерпением ждут переезда, другие либо не торопятся освобождать квартиры, либо используют муниципальную собственность как средство дополнительного дохода. Ущерб от таких предприимчивых горожан оценивается миллионами. Есть ли на них управа? Ксения Епишева искала ответ на этот вопрос. Двухэтажки, что давно значатся в списках на снос. Дома, что должны пустовать, но не пустуют по разным причинам. Кто-то пока собирает документы, кто-то просто не реагирует на письма из департамента, а кто-то ищет возможность заработать на муниципальном жилье. Люди, переселившись из аварийных объектов, пытаются также любыми действиями сдать свои квартиры, освобожденные другим лицам, ну и получать, наверное, при этом какую-то выгоду. Экс-жильцы деревяшек даже заключают с квартирантами договоры. Все практически по совести, если бы не одно «но». Квартиры фактически принадлежат городу и зарабатывать на них вряд ли законно. По фактам, где мы установили лиц, проживающих по договорам, мы предпримем меры, направленные на направление соответствующих писем правоохранительных органов в целях проведения проверки и установления законности либо незаконности в действии таких лиц, которые сдают такие помещения. Скорее всего, именно поэтому представители департамента по имуществу в таких квартирах встречают совсем не хлебом-солью, ведь вести они несут совсем недобрые. Это помещение наше, то есть, по сути, вы живете в нашем помещении. Какое помещение? Вот это вот. Вот эта квартира, собственнику данной квартиры предоставлена выкупная стоимость за нее. Ну и что? Не сними. По идее, после такого визита, квартиранты должны освободить жилье в самые короткие сроки, но этот мужчина переезжать не торопится. У меня есть договор. Договор покажите, пожалуйста. Я тебе не буду ничего не показать, потому что грубья. Руки убери, ноги убери, поломаю сейчас вот твои руки. Только недавно сказали, что получили деньги, мы должны переселиться. Вы когда съездите? Съехать, да? Да. Все, когда вы свежаете? Мы в течение месяца найдем место и переселимся. В течение месяца это очень долго. А что у тебя долго? Ну мы будем подъезд отключать от электрического. Как вот на втором этаже тоже? Мы сейчас туда зайдем, на втором этаже. Ну, зайдите. Нет, ну мы вас предупреждаем. Мне дали время, я с него другого. Время мы вам даем, а не они вам дают. Я не знаю, у меня договор не с тобой, не с той романом. Ровно та же ситуация. Этажом выше столь лишь разница, что крышу над головой здесь сдают на недлительный срок. Эти мужчины в Ноябрьск приехали из Омска. Товар, говорят, привезли. Вот только жить в городе им негде. Нисти не идут. В смысле нисти? На улице как? А здесь вы как живете? На каком основании здесь проживаете? То есть вы просто зашли сюда и заселились, да? Нет, было. Что было? Что именно было, так и осталось загадкой. Теперь в НГДИ будут выяснять, кто же проявил гостеприимство и разместил иногородних. Последние же в торопях собрали вещи и покинули временное пристанище. И это всего два из многочисленного количества фактов. Таких случаев множество. Это, конечно, очень удобно. Получить квартиру от муниципалитета, а свою старую сдать. И жилье новое, и доход постоянный. Такие действия, несомненно, приносят ущерб муниципальному образованию, так как данные квартиры должны быть освобожденные, в них не должны проживать граждане. Потому что проживание в первую же очередь, оно приносит угрозу жизни и здоровью тому человеку, который проживает в таком объекте. Ведь недаром этот объект расселяется. Ну и, конечно же, материальный ущерб выражается в том, что не должны поступать коммунальные ресурсы на такие помещения. То есть не должна расходиться ни вода, ни электроэнергия. Но ресурсы поступают. Ущерб, который городу наносят такие предприниматели, исчисляется даже не десятками тысяч. К сожалению, тяжело с такой ситуацией, в принципе, бороться, потому что невозможно постоянно ездить и смотреть. Практика показывает, что мерами, которые хотя бы как-то способствуют недопущению таких случаев, является ограничение подачи энергоресурсов на дома, ограничение, забивание дверей, окон и так далее. Но самая, конечно, действенная мера, я думаю, что мы искореним такую ситуацию, в принципе, это когда снесем уже весь этот аварийный жилищный фонд. Но на это тоже нужны деньги, которые город, по крайней мере, пока вынужден тратить на обеспечение вот таких домов. Пока не разорван этот замкнутый круг, рассчитывать приходится только на совесть переселенцев, которая, как показывает практика, есть не у всех. Ксения Епишева, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. 3 миллиона за свет, тепло и воду. И это по самым скромным подсчетам. Жители Ноябрьска выставили счет за несанкционированное подключение к сетям. В подвале жилого дома номер 8 по Киевской мужчина оборудовал сауну. И дабы обеспечить ее ресурсами, подключился напрямую к общедомовой магистрали. Сколько времени его личная баня жила за чужой счет, неизвестно. О проблемах дома поставщики ресурсов узнали даже не от обслуживающей компании, а из СМИ. В управляющей организации, как ни странно, о наличии сауны в подвале даже не догадывались. Проводилось масштабное такое обследование. Выезжали специалисты, замеряли объемы помещения, отапливаемые. Смотрели подводку труб, отопление, холодной воды, горячей воды. Замерялись диаметры. И в соответствии с правилами, которые утверждены правительством Российской Федерации, будет произведен расчет, исходя из максимальной способности трубы, как будто вода текла целыми сутками, полным напором. Только так, другого решения не дано никак. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а после продолжим.